Мы иногда думаем, что в Герое Библии какие-то немножко другие люди, что ли, добрее, не такие раздражительные, какие-то более милостивые. Мы забываем, что это такие же люди, точно такие же, как мы с вами. И такие же мысли к ним приходили, сомнения приходили, печаль приходила, желание опомстить точно такое же было. И вот Иосиф, человек, ставший великим в Египте, накопившим очень много провизий, пропитания, а в это время на Востоке голод. К нему приходят люди, просят еды, и в том числе пришли братья его, родные братья его, те, которые продали его, которые решали убить или заработать на нем. И вот они пришли в твоих руках, ты вот так щелкнешь пальцем, выйдут египетские воины и тут же их казнят. Говорят, вы хотели, вы в яму меня засунуть хотели? Вот сейчас мы большую яму выкопаем, всех вас туда поместим. И будем решать, закопать ли вас тут живьем в этой яме, или, может быть, получить за каждого по 20 серебряников, и куда-нибудь вас тоже рабами продать, что посеешь, что пожнешь. Вы меня продали в рабство, я вас продал в рабство. И это было бы совершенно, вроде бы, знаете, ну, понятно, справедливо, око за око, зуб за зуб. Вы со мной так? Ну что ж, я с вами так. Вы по-плохому, в ответ получаете плохо. Что поделать? И это было бы совершенно естественно, да, с точки зрения людей, потому что ведь что он там претерпел, будучи рабом, унижаемый, будучи заключенным? Сколько горести ему принесли эти братья. Годы боли. Но Иосиф был человек другой. Он доверял Богу. Он не доверял чему-то, вот должно хорошее быть, даже когда происходили плохие вещи. Он понимал, это не случайно, в этом какой-то план Божий. Я могу его не понимать, но Бог ведет меня. И вот он и говорит, это же Бог меня вел. Да, вы это сделали, но как это ни удивительно, вашими руками действовал Бог, чтобы таким образом направить меня сюда, и чтобы я сейчас помог вам пережить вот эти пять оставшихся голодных лет сейчас. Поэтому приходите все, отца приводите, и я помогу вам. Я именно в воле Божьей, по воле Божьей здесь оказался. Когда мы смотрим тот путь, благодаря которому Иосиф оказался и в Египте, у нас он вообще не соотносится с путем Божьим, с волей Божьей. Это вот эта жизнь, это был путь, которым его Бог вел? Вот таким путем его Бог вел? Понимаете? Чтобы даже в таких путях, в путях боли и страдания, видеть Бога, необходима вера. Доверяешь Ему. Как ребенок, который доверяет, что если папа привел его в кабинет врача, здесь его не убьют. Хотя ему может быть и больно тот укол, который ему ставят, или то лекарство горькое, которое ему дают. То есть необходимо доверие, настоящее, настоящее доверие в Божьей руке. Бог вел, Бог вел.